За весь период в 63-й регион поставили более 984 тысяч доз вакцин. На региональном штабе обсудили ход прививочной кампании на крупных и средних предприятиях области. Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов призвал руководителей кампаний сообщать, если возникают сложности с вакцинацией. Мы готовы помочь, чтобы сделать более удобную вакцинацию, централизованную провести. За прошлую неделю в Самарской области стало больше заболевших во всех возрастных группах, кроме детей до года. В большинстве своем болезнь коснулась представителей сферы услуг, образования, частных охранных предприятий и сотрудников офисов. Региональный Роспотребнадзор отработал 708 очагов в различных коллективах. За неделю обследовали более 59 тысяч человек. В стационарах лечится 3402 человека с коронавирусом и подозрением на него. Свободный коечный фонд сохраняется на уровне 10%. В систему ковидных госпиталей с 18 августа планируют ввести Безенчугскую районную больницу. Там подготовили 100 коек. Сейчас прорабатывается маршрутизация пациентов. На данный момент в регионе привили почти 58% населения от того числа, которое необходимо для выработки коллективного иммунитета. Мы фиксируем увеличение заболеваемости практически по всем возрастным группам и главным образом среди молодежи 19-29 лет. Фиксируем, что 42% заболевших, они имеют поражение легких, то есть у нас значительно выросло, опять же, количество случаев вне больничной пневмонии. Это тоже очень такая тревожная тенденция. Ну и аномальное для этого времени года увеличение зарегистрированных случаев УРВИП. Особое внимание на штабе уделили вопросу контроля соблюдения санитарно-противоэпидемических мер. Так, например, в ходе рейда в Самаре выявили нарушения в нескольких продуктовых торговых сетях. Причем как со стороны покупателей, так и со стороны самих сотрудников. Руководители этих сетей сообщили членам штаба, что провели служебные проверки. К сотрудникам и директорам магазинов, где допустили нарушения, применяются меры дисциплинарного взыскания. Мэр Елчан, События.